Действующую власть в самоуправлениях выбирала только одна треть жителей. Достаточно ли этого для того, чтобы полученная политиком власть считалась легитимной? Существует ли предел, за которым можно будет усомниться в выборе народа? В этот раз 327 950 граждан по всей стране пришли на избирательные участки для того, чтобы выбрать власть в своем самоуправлении. Это 34% от тех, кто имел право голоса. Выходит, власть выбирал только каждый четвертый избиратель. Почти шокирующий результат. В предыдущие годы на выборы самоуправления приходила, по крайней мере, половина избирателей. Тогда это считалось небольшим числом, и причины неявки избирателей подробно изучали социологами. Половина, ну, мы как бы уже с этим смирились, на выборы самоуправления не приходили. Ну, если тут смотреть на причины, и мы имеем данные в нескольких опросах, то они показывают, что очень многим просто это все не очень-то интересно, безразлично. Они не следят по отношению там политики вообще, тем более муниципальной политики. Они не верят, что их голос имеет какое-то значение, что они каким-то образом могут повлиять на происходящее. Легитимность власти – это согласие народа с властью, его добровольное признание за ней право принимать обязательные решения. Можно ли говорить при такой явке о легитимности власти? Есть ли в случае Латвии некий предел, за которым выбор народа будет подвергаться сомнению? – Краткий ответ такого рубежа у нас нет. И, наверное, в этом смысле это не просто потому, что власть придержащая как-то бояться. Нет, я думаю, что мы должны сразу сказать, что если говорить о демократии, то в демократии вот такое участие, прежде всего электоральное участие – это право, но не обязанность. Но в том смысле, что есть, конечно, страны, где, скажем, участие в национальных выборах – это обязанность. Если человек не участвует, то, значит, тогда он может нарваться и на какое-то наказание, там какой-то штраф, скажем. По мнению Юрия Сорозенвальца, люди спокойно готовы принять тот факт, что 34% избирателей, по сути, наймут для них действующую власть на ближайший срок. Ну, такой черты нет. Несколько лет назад на европейские выборы, выборы в Европейском парламенте, мне кажется, это была Словакия, где явка была 13%, что вообще является абсолютным рекордом по низкой явке. И причина была такова, что люди просто считали, что все более-менее порядки, и они просто не видели настолько большие разницы между партиями, чтобы прийти и проголосовать. Это очень низкая явка, это потенциально большой риск для демократии и для власти, потому что это означает, что сигнал от очень большого числа избирателей не приходит во власть. Власть не знает, люди довольны ли всем, что происходит, или они во всем разочаровались. В некоторых случаях падение явки составило от 17 до 20%, поэтому нынешняя пассивность избирателей в очередной раз станет предметом для серьезного изучения.